Продюсер Пик популярности актрисы относится к 1120 годам, когда на премьерах фильмов люди боролись за то, чтобы хоть мельком увидеть ее. Поклонники посылали по 10 тысяч писем в неделю, а ее платье, инновационные прически и даже родинка на подбородке копировалась миллионами женщин. Я цитирую Википедию. Глория Свенсон родилась 27 марта 1899 года в Чикаго. Когда ей было 15 лет, она, следуя совету тетки, посетила небольшую Чикаго-субкину компанию, где ей предложили работу актрисы Массо. Свенсон бросила школу, чтобы быть на студии полной рабочей идеи. В 1975 году актриса отправилась в Турне, продвигая написанное ее будущим шестым мужем Уильямом Дьюки, исследовательское эссе о сахаре «Шуга Блю», изданное в 1980 году издательством «Рандом Хаут». Автобиография Свенсон, которая называлась Свенсон, он Свенсон, стала бестселлером. Книга была переведена на французский, итальянский, шведский язык. Атрица, ко всему прочему, еще и обучалась йоге. Была республиканкой и поддерживала кандидатуру Уэнделла Уилки на президентских выборах рокового и срок четвертых годов, а также Гарри Голдуотера на выборах 1964 года. Рождение исповедовала лютеранство. Актерский дебют состоялся в 1614 году. За два года Свенсон стала одной из самых известных и востребованных актрис Голливуда. Фильмы с ее участием пользовались настолько колоссальным успехом, что Парамаунт, боясь потерять актрису, шла на уступе в ее прихоть. Историк кино Жорж Садуль характеризовал эти фильмы как относящиеся к чудесному жанру легких комедий, влиявших на дальнейший развитие жанра американской комедии. Она отнималась у Сэма Вуда в фильме «За скалами». На пике популярности Глории Свенсон зрители ходили на показы фильмов с ее участием не только ради нее самой, но и ее гардероба, часто украшенного бисером, драгоценными камнями, павлинями или струйсинами пирами, а также другими элементами высокой моды того времени. Во всем мире женщины подражали ей прическу. В 1925 году снялась во франко-американском фильме «Мадам Санжеен». Там познакомилась с маркизом дела Кудре, нанятым ее переводчиком, а позже вышла за него замуж, став маркизой дела Кудре. Сама несколько раз выступала режиссером, сняв в сотрудничестве с Аллом Двоном для Парамаунт нескольких короткометражных фильмов. Стала одной из первых актрис звукового кино, которая появилась в короткометражной экспериментальной звуковой ленте изобретателя Лиды Форреста в 1925 году. Отказалась от контракта на миллион долларов со студией Парамаунт. Присоединилась к недавно созданному United Artists. Там сняла свой первый самостоятельный полнометражный фильм. Вернулась в Голливуд. Сняла фильм Сэдди Томпсон. Сэдди Томпсон является единственным самостоятельным немым кинофильмом Глори Свенсон, имевший успех. В прокате собрав только померить один миллион долларов. Королева Келли, 1029 год, является одним из самых известных незаконченных фильмов Голливуда. Фильм «Правонарушительница» имел кассовый успех. Именно за роль в этом фильме Свенсон получила свою вторую номинацию на Оскар. Номинация «Лучшая женская роль». 1040-е переходит в театр на телевидении. Снимается в собственном телешоу. Актриса вновь становится популярной в 1150-м после выхода картины Билли Уайлдера «Ульвар Сансет» за роль, в которой она третья номинируется на Оскар за лучшую женскую роль. Организовывает одно из первых телешоу в 1348 году Глори Свенсон Ча. Глория Свенсон умерла в Нью-Йоркской больнице от сердечной недостаточности во сне 4 апреля 1983 года в возрасте 84 лет. Вот так вкратце из приводной википедии о Глории Мэй Джозефина Свенсон, американской актрисе, одной из самых ярких и окупаемых звезд эпохи немого кино. Пока-пока, до свидания. Смотрим фото. Смотрим фото.